здравствуйте ребята видео снова в дороге не пешком видео ни о чем сейчас 2 часа 20 минут дня ну или по-другому 14 20 сегодня среда и буквально где-то наверно через часок может быть через два нам обещают что пойдет снег и снег будет идти сильный будет идти всю ночь и завтра еще полдня тоже и вроде как навалит нам ну так в дюймах говоря 12 18 дюймов снега обещают сколько это там короче от 30 грубо говоря до 30 до 40 там где-то 2 сантиметров снега обещают будет не неизвестно но на самом деле как бы наверное впервые с такой мыслью столкнулся что но обычно когда большой снег идет там знаете в офисы бывают закрывают чтобы никто не ехал по снегу у нас же всесезонная резина знаете зимние не ставим ну и кто у кого есть возможность работать из дома тот из дома и работает в такие дни а мы из дома работаем уже с марта то есть как бы для нас и разницы то никакой не будет как бы а какая вообще разница лежачие эти менты сделали здесь две штуки на переходах не знаю спасают ли они пешеходов каких-то или нет их и так тут не особо много прям кто уж пешком ходит но аж оставили может быть в этом месте как раз ходят а там слева еще школа может быть наверное это из-за школы поставили я так понимаю скорее всего в общем скоро пойдет снег весь и даже дорогу чуть-чуть по моему посыпали чем-то какая-то что-то белое на дороге да это соль солью дороги посыпали и еще полили какой-то гадостью ну посмотрим посмотрим как это снег пойдет а у меня ну как мы работаем из дома я решил себе устроить перерыв в общем я сейчас съезжу по делам разным я не не про эту кстати школу здесь тоже здесь вон смотрите асфальт вернее асфальт а вот в этом месте красными красной плиткой вместо асфальта чтобы выделить пешеходный переход вот а там было за углом школа другая там где вот эти вот лежачий лежачий полицейские так называемые были в общем я себе просто решил устроить ну можно сказать обеденный перерыв ну перерыв все равно надо устраивать а то блин что-то работаешь работаешь обычно приношу блин там еду супчик какой-то еще чё прямо блин за столом где компьютеры как-то особо не не отрываюсь от работы вот решил оторваться от работы взять да съесть вернусь продолжу работу дальше но не будет меня часа два наверно принципе это ничего страшного еще одну школу проезжаем что школ здесь нормальное такое количество я кстати именно по этой дороге буду ехать как-то как-нибудь вот в темноте и как вам в прошлом видео сказал что поеду в темноте и вы увидите как на многих домах лампочки яркие разные украшения и так далее сейчас вот их видно они немножко сдут и так можно оттуда можно отсюда раз туда поток машин ей начнем поеду отсюда где пусто ночью кстати даже даже навигатор так показывает что надо типа отсюда ехать но в принципе если здесь большая очередь можно и схитрить поехать с другой стороны кольцевых движений здесь в этом городе понаставили так все сезон с гритинг друзья мои поздравляю вас всех не надо мне именно вот на эту полосу я по идее можно и налево ну ладно есть много дорог в принципе можно проехать по разному по всякому можно было повернуть налево потом рада потом там надо будет поворачивать туда-сюда лучше просто тупо прямо проехать это центр города вас филд я здесь кстати ехал несколько дней назад принципе тем же маршрутом но вот здесь вот вот здесь вот прорвало водопровод и улицу затопило в общем закрыли улицу ремонтировали я подъехал к светофору а здесь конуса красные поставили и заборчик какой-то но мол что сюда нельзя вот и пришлось как раз объезжать это место давай одного пропускаем второй пока еще будет ждать вот такой вот центр города ой я смотрю тротуары тоже солью посыпали во всяком случае с одной стороны точно здесь рестораны были в августе где-то ли когда в сентябре здесь были рестораны а или ну когда короче опять сделали что хотя бы открыли знаете на улице что можно сидеть за столом вот тогда я помню мы здесь ходили суши поесть впервые после там нескольких месяцев но было приятно дождь кстати шел но зонтики были над столами и в целом как бы все было ничего а вот и машина солью это вот а вот машина которая разбрызгивает соль ровно стоит камера или блин налево наклонена мне такое впечатляет что она клонилась я не знаю может быть может быть не храна сейчас опять налево все время налево налево и налево здесь хоть стрелка есть своя не надо ждать движение правда вот сейчас а вот все я когда-то здесь пешком ходил вот от этого банка который был справа честь еще тогда я помню фольксваген машина у нас была посад этот я здесь ходил пешком с камерой причем еще без стабилизации без без никакой а может даже и не с камерой а с телефон я даже не помню изображение там конечно тряслось по полной программе я почему вспомнил об этом видео потому что кто-то там он прокомментировал пару дней назад поэтому я его вспомнил у кого-то дед мороз надутый и днем тоже но вот здесь вот по этой улице есть здесь такое знаете немножечко как в сказке такое вечером все горит сияет разноцветными огнями кого елки нет перед домом те просто дерево увешивают тоже шариками этими елочными игрушками да вот эти едут которые соль распыляют сейчас они видимо не распыляют иначе знаете мимо них проезжаешь и такой по боковой по машине также сразу блин классный здесь город кстати он чуть покруче нашего здесь дома еще дороже так красивее здесь вокруг но я не скажу что у нас плохой город у нас тоже принципе нормально ну вот здесь считается просто вот ну в этом как бы районе вообще ниджерси это вот один из таких вот очень элитных городов наш как бы 2 по элитности можно сказать но где снимать ну не только 2 а как бы еще соседние есть они все можно сказать вторые а этот просто номер один совсем дальше уже идет отстой там всякий правый гуд бридж нам линден все прочее короче такая так себе уже местность как бы а а это вот считается вот маунтин сайт мы сейчас будем ехать там еще будет довольно таки неплохое неплохая местность но вот пока сейчас мы выйдем с вами на 22 дорогу она будет такая вот слышите что говорит она будет я на самом деле знаю как туда ехать но я на всякий случай хочу чтобы пробки мне показала вдруг там где-то где-то пробка чтобы тогда она мне показала объезд чтобы я не стоял зазря а то как-то стремно поехали машины это то бишь по газам и хорошо бы дал вода а всю катушку кайф как раз 55 скорость видели знак стоит 45 то есть вот все ну правда уже пришлось видите пришло пришлось уже снизить немного мешают ехать обратно я поеду скорее всего не этим путем там чтобы ехать этим путем это нужно развернувшись попасть на обратную сторону вот этой вот дороги противоположную это не очень удобно обратно я поеду олень валяется сбитый обратно я поеду по другой дороге я уже наверно не буду снимать видео просто поеду по другой дороге видео ни о чем слишком много тоже слишком много хватит одного достаточно обратном пути я просто помолчу в тишине мне не в тишине я же всегда музыку слушаю в машине еще не я еще на самом деле если вот не видео снимаю то я просто всегда слушаю музыку в машине поэтому я не люблю особо там по дороге еще кому-то звонить потому что я всегда еду и наслаждаюсь каким-нибудь музыку кинотеатр вот справа мы сюда ходили какой-то он так себе кстати город кстати нормальный но сюда какая-то публика с какого-то соседнего уже не очень нормального города видимо любит приезжать но и как-то внутри там что-то было засорено как-то грязно немножко ну или как как по-другому это сказать засрана да немножко было не то что там совсем но понимаете как-то не очень мне не понравилось мне понравилось мне нравится кинотеатр тоже такой же эмси но только в городе в эдисон моли там есть но в торговом центре там есть кинотеатр там он еще и так называемый таймин кинотеатр то есть там ты там тебе как в ресторане еду приносят напитки и ты сидишь на что подчиваешь и смотришь кино очень прикольно если мы туда идем я всегда лучше заказывал поесть пивасик этому еще и вообще ништяк как дома но с большим экраном настоящее кино но можно же иногда все-таки не всегда надо скачивать там с интернета до пиратские кино можно иногда нормально смотреть кстати пиратские кино я крайне редко скачиваю потому что на самом деле на этом нетфликсе и амазоне столько всего даже как-то не особо это нужно мне осталось ехать вам не осталось ехать твое минуту нормально митовская машина кстати стояла черная без опознавательных знаков но сверху у нее еще такая штучка была сирена до которой мига вернее сирена это звук мигающие это по-моему в россии называют проблесковыми маячками как-то так вот такая штука у него сверху как-то даже не скрыта прям на крыше такая стоит установлено по бокам по дверям не обозначено что это полиция нигде не пишет почему-то а кстати еще машина шериф ей ну тоже полицейская я честно говоря не знаю какая разница между шериф и полиция ну что в этих вот здесь в нашей местности здесь очень много болезнь я понимаю я понимаю что в каких-то деревнях да где там 10 человек в деревне живет вот один полицейский он называется шериф а что значит шериф здесь и полиция в чем разница я реально когда не могу понять но что есть то есть так а я уже вроде бы приехал да я уже приехал так что машины стоят немалом количестве немножко узко это непонятно сделано на общем ладно короче я приехал скоро поеду домой вернусь так сказать к работе так а вот это место то она не инвалидная инвалидное место рядом а вот это нет а знаете черт его знает а вдруг она инвалидная вроде синим не обозначено и короче ну нафиг шутки шутить не надо а солью то солью то понасыпали вы посмотрите у ее она встанем сюда снег я надеюсь еще не пойдет к тому моменту когда я выйду все ребят до свидания такое было видео ни о чем а дьес